Всем привет, друзья! С вами Семен и Бодиплей, или просто Боди. Продолжаем играть и проходить пенубру Black Plug, Дневники Мертвецов. Мы остановились на том, что вышли из библиотеки, где нашли нашего умершего отца, прочитали его записку, и теперь мне нужно подняться выше. Я сконструировал себе здесь небольшой конструктор, и теперь поползу по лесенке вверх, не знаю, что меня там впереди ждет. Игра очень радует своей атмосферой, и в отличие от овертюр, делают упор на промежуточные головоломки. Очень много здесь нужно решать задач, как, допустим, сейчас, как мне пройти дальше. Тяжело, но сдвинуть я смогу. Хорошо. Твою мать! О, господи, ну, подумай, что еще одна мартышка в топку. Заткнись. Интересно, он сам упал или ему кто-то помог. Да, ребята, игра все-таки жуткая и страшная. Жуткая, это когда мы бродим по запутанным помещениям, освещая дорогу фонариком или сигнальным огнем. А страшно, вот как сейчас, когда на голову упадет труп очередного ученого. Так, как сюда добраться? Как за статуэткой сюда добраться? Знаете, а ну нафиг эту статуэтку? Так, это что такое лежит? Мне все это нужно или нет? Вот так вот, да, значит? На самый верх я отсюда не заберусь. Так, я себя чуть не угробил уж и последнее это. А, вот сюда, ё-моё. А я-то пытался еще выше забраться. Как дурачок. Кучу вариантов перебрал. В принципе, я отсюда могу добраться до статуэтки. Ну ладно, не хочу ползать еще раз. Хорошо, что этот камень упал не на меня. Ну это хорошо, да хорошо. Странные вы, бартышки. И вы так странно решаете ваши проблемы. И как у вас это получается с вашими неразвитыми, изолированными мозгами? Наверное, если не слышать голосов братьев, становится ужасно тихо. Что-то мне кажется, здесь что-то есть. За этим обосанным матрасом. А, еще раз с девчонкой поговорим, давай. Ты пришел. Я и не думала, что ты кинешься меня спасать. Мой коллега по лаборатории, он такой ужасный пессимист, был. Наверное, мне это от него передалось. Он тоже недавно попытался ко мне прорваться. Но, похоже, попытка оказалась не вполне удачной. Тебе придется пробежаться по улице. Но это не самое страшное. Если ты не умрешь от холода, то... Короче, я сижу не в самом безопасном месте. У меня хорошие новости. Кажется, я нашла вакцину. То есть, это не самая настоящая вакцина, но она наверняка тебе пригодится. Надеюсь, я не заражена. Я вроде была осторожна, но... Если придешь меня спасать, а я проломлю тебе голову табуреткой, значит, я ошиблась. Ладно, прости. Дурацкая шутка. Проехали. Что ж, надеюсь, мы скоро увидимся. Ну да, конечно. Вакцины, спасение. Нанесем добро, причиним благо. А с чего вы взяли, что вы правы? Ваша мораль досталась вам в наследство от вашей религии. Конструкции тексты. Файл поврежден. Для чего их ввели, если их нельзя прочитать? Так, судя по всему, у меня по улице бежать, что ли, нужно? Плюс она сказала, что она в безопасном месте. Ну, лады, давайте. Лекарства. К тому времени я уже начал сомневаться, но выбора особого не было. Я решил найти Аннабель. И все исправить. Так. Ну, ты, конечно, понимаешь, что мне не может быть холодно. Я просто пытаюсь тебя поддержать. Твои мозги ужасно неэффективная штука. На них уходит столько тепла. Так, я, судя по всему, могу замерзнуть, да? Ладно. В бочке какое-то темное и липкое вещество. Ну, бензин, наверное. Нет? Так, это что? Не знаю, зачем мне этот баллон. Ну, это бензин. В этой бочке уже есть горючее. Почему она не зажигается тогда, если у меня есть горючее? Так, как тебе зажечь-то, блин? Фонариком? Так. В самом начале игры я ее бросал просто в фонарик. Ну? Чего ты не зажигаешься-то? И мы вообще хоть бухны. Так, что-то давайте осмотримся. Может, внутрь забежать? Ага. Так, ну я вообще не понимаю, что мне делать. Может, я что-то упускаю? Сейчас уже окочулюсь. С помощью чего зажигать-то их? Ну, баллончик. И что еще? Спички какие-то нужны? Ладно, давайте поищем еще, может, что есть. Рычаг заледенел. Сзади. Так, ну куда-то бегу. О, здесь еще одна локация. Нормально. А вот сейчас, на твоем месте, где я, собственно, и нахожусь, я бы спросила таким придушным голосом. А может, и правда взорвался? Или это очередная шутка моего дорогого друга Кельна? А я бы тебе ответил, что и сам хотел бы это знать. Проверить можно только одним способом. Только, пожалуйста, не убей наше замечательное тело. Ну, хорошо, хоть я теперь понял, каким образом можно зажигать бочки и темное липкое вещество. Значит, здесь я могу погреться. Ладно, давайте дальше. Назад я вернуться не могу? Или могу? Да, могу. Оп. По вододому уступу. Главное не упасть. Теперь давайте сразу к бочке. Отогреемся еще раз. Я поначалу думал, что нужно флайером зажигать, так же, как и я в самом начале игры делал. Так, а как теперь это отогреть? Побрызгать спреем? Так, а если так? Так, как и совместить-то, е-мое? А? Все, давай, двигайся. Я пока пойду погреюсь. Блин, прям, мне очень неуютно здесь, прям. У меня у самого уж по коже мурашки, как здесь холодно. Все, погрелись вперед. Оп. Далеко бежать, интересно, так? Ммм, но этот рыжий, он расклеен на каждой стенке твоего подсознания. Он хотел умереть, а мы ему не давали. Я бы сказал, от него дома пахнет. И если ты понимаешь, о чем я, погоди-ка, надо перетряхнуть твои воспоминания о нем. Так. Что это? Оставлю себе эту тряпку, вдруг пригодится. Ладно. Куда дальше? Большая куча снега и льда, я сам ее не сдвину. Это что? Бочки полные бензина. Значит, надо их взорвать. Быстрее. Быстрее. Так, пошли погреемся. Все, все, замерзай, друг, не замерзай, я с тобой. Все, погрелся? Погрелся. Так. Так, зажигайтесь. Фитиль. А, все, понял. Здесь бочку взорвать ни к чему, она должна быть около двери. Ну, ладно, вот она, около двери. Что-нибудь горючее? Хорошо. Валим, 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 валим. Сейчас, наверное, бабахнет очень сильно. Да. Все, внутрь давайте. Хорошо, что это путешествие по заснеженным льдам было недолгим. Очень здесь неуютно, прям заставляет нервничать. Еще метель гудитая, противно. Что нам предстоит сделать? Разыскать девицу, защитить ее от плохих парней, уничтожить вирус, ну и спасти мир, разумеется. Шансы на успех равны нулю. Шансы на выживание? Ну, у тебя на борту. Ты поселился добряк Кевин. Что бы это могло означать? Вероятность, что ты перевернешь тут все с ног на голову, сто процентов. Так, в прошлой игре, когда я спускался по такому же туннелю, все это закончилось ударом по башке и моим адским испугом. А, очередные лабиринты, да? Химическая смотровая, это определенно тупик. Кэп, так, диван. Давайте карту изучим. Какое большое место. Ух, где мы находимся, покажи нам. Так, почему я не обозначен, где я? Ну, судя по всему, по вот этой лестнике спустился. Питомник, смотровая. Ну да, собачий питомник, мне это не радует, не радует вообще. Вы помните, в прошлой игре собаки мне очень сильно навредили психике моей. Ну ладно, давайте идти куда-нибудь. Куда-нибудь да выйдем. Тем более, что я явно не смогу эту стену никак разрушить. Так, исследовательский центр. Ну, пойдемте посмотрим, что они там исследуют. Знаешь, то, что ты здесь, это вторая лучшая вещь, которая произошла со мной на станции. А первая будет, если мы отсюда выберемся. Нет, я не такая наивная. И я не думала, что ты тащил себя только ради меня. Я сказала правду. Мне кажется, я действительно заняла, как тебя дезинфицировать. Только, как ты сам понимаешь, все не так то. Чтобы войти в систему здесь, мне нужно получить доска с предохранителем, в исследовательском блоге. А это значит, нужен электронный ключ-карточка. Иначе мне не будет. Кто-то из сотрудников, а он уже был инфицирован, попытался войти сюда с помощью карты. Но я не знаю, куда он... Оно потом пошло. Слушай, мне без тебя не выбраться. И если ты мне поможешь, я... Я... Я не знаю, что я для тебя сделаю. Интим не предлагать. Мамочки, пойди сюда, пойди туда. Принеси то, принеси сё. Типичная девица в нетипичных обстоятельствах. Ну и причём тут судьба? На судьбу жалуются труцы, которые не желают ничего брать на себя. Ого, сколько тут ещё всего. А вот и карта, отлично. Хорошо, хоть показали, где я. Так. Значит... Мне вот в эту комнату, я сейчас... Вот здесь стою. Если я пойду так... Здесь просто адские лабиринты. Ладно, всё равно потеряюсь. Смысла запоминать нету. Пойдём пока куда глаза глядят. Так, музыка нагнетается, мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Это что за хрень? А-а-а! Там парень с фонариком. Сюда идёт, сюда идёт. Да идёт, нет. Дошёл. Дошёл. Пошёл обратно. Это явно мне его нужно убить и взять с него ключ-карту. Ладно, давайте сюда. Где я вообще не понимаю. Не открывается. Не открывается. Не открывается. Так, где я вообще нахожусь-то? Почему я не показываю, где я нахожусь? Я где-то вот здесь вот, по идее. Не ручи ты так. Где-то вот здесь я. Разбитое стекло и дырки. Тут стреляли. Тут стреляли. Никогда раньше я не видел дырок от пуль. Ещё увидишь и не раз. Где я вообще не понимаю. Заперто. Ага, ну вот я в химической лаборатории, похоже, подхожу. Да, вот она. Хух, ну хоть куда-то пришли. Уже неплохо. Пока только один гад замечен. Чёрт, там утечка газа. Да, сегодня туда не пойдём. Вернёмся как-нибудь потом. А? Эй, мартышка. Так, давайте сохранимся. В любом случае, это будет полезная вещь. Мусора становится всё больше. Так, это что? Очень крепкая аварийная дверь. Думаю, она открывается только в самых экстренных случаях. Прекрасно, ещё одна утечка ядовитого газа. Но у меня же есть противогаз. Так, главное, чтобы здесь никого не было. Так, я ничего не вижу. Дверь заперта. Возможно, заблокирована из-за утечки газа. Так, больше ничего не вижу. Значит, нужно сначала дверь открыть. Укрепляющая пластина для защитной трубы. Ага, в трубе полно дырок, через которую комнату выходит газ. Надо это как-то исправить. Ладно. Противогаз снимаем, а то ничего не видно. Значит, наверное, я сюда рано пришёл. Значит, рано. Ладно, пойдёмте искать другие комнаты. Так. Что здесь? Куда иду? Вообще не понимаю. Так, музыка нагнетается, значит, где-то рядом этот гад. Так, ну куда-то пришёл. Куда не знаю, но пришёл. Ничего интересного. Ага. Валим, 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 валим. Валим. Куда бегу, вообще не знаю. О, ещё один. Так, ну этого я, по-моему, видел, куда он ходит. Оттого я пропустил. Так, давайте побродим здесь. Ага, оттуда я пришёл. Хорошо. Так, это что? Смотровую. Давайте смотровую. Так. Люблю её так в безопасное место зайти. Перевести дух. Ящички обыскать. Самое милое дело. Пусто. Пусто. Что-то взял азот для чего. Пока ничего не понятно, что мне нужно сделать. Давайте сохранимся. Батареечки. Так, смотровая для чего здесь была? Старая полка еле держится. Может упасть в любой момент. Помочь ей нет? Какие-то газетные вырезки из 999 год. Прочитать сложно, но кажется, там идёт речь про болезнь, поразившую местное население. Компьютер тоже не работает. Да, здесь вообще ничего интересного. Так, где-то вышел. Батарейки. Старая гнилая полка. Так, вроде ничего интересного. На полке. Чё по ящикам. Тоже ничего здесь. Пусто, пусто. Кажется, кто-то очень хотел сохранить содержимое компьютера в строжайшей таянии. Ну, я туда лезть не хочу, если мне не понадобится. Ну, хоть что-нибудь положили бы в ящики, сволочи. Так, чё, направо-налево? Заблокировано с той стороны. Так, это уже интересно. Решётка институционной шахты. Вещи для уборки, жидкое мыло, губки и чистящие средства. Так, как-то надо в шахту проникнуть, нет? Нет. Взорвать каким-то образом. Но у меня исчезла зажигалка с тряпкой. Для чего здесь эти вещи? Бесполезно. Так, ну, судя по всему, у меня и здесь ничего интересного нет. Чё я сюда шёл тогда? Давайте сохранимся ещё раз и выходим. Значит, где я был? Я был в химической лаборатории и был в смотровой. Давайте искать какие-то... Ой-ой-ой-ой. Какие-то ещё вещи. Собачий питомник. Где собачий питомник? Чё-то я его не вижу. А, сюда левее. Так, отсюда я, по-моему, приходил. Да. Отсюда я приходил. Здесь нужно внимательно за этими гадами следить. Так, здесь что? Да, отсюда я пришёл. Кто-то рычит. За дверью. Подожди. Я чё, обратно вернулся? Нет. Нет, я тут, значит, я сюда не приходил. А, я с обратной стороны, да? Понял. Ой, идёт сюда. Где он? Так, ну, судя по всему, это и есть собачий питомник, да? Древняя каста никогда не попросила бы служащих работать более рекомендованных восьми часов в смену. Тем не менее, настоятельно приветствуется личная инициатива, которая нередко определяет командную мотивацию. Заранее благодарим за понимание. Ну, допустим, ладно. Чё в питомнике, интересно, может быть явно же ничего хорошего. Главное, чтобы он не был такой же большой и разветвлённый. Давайте посмотрим, что там. Ну, явно ждёт меня встреча с моими старыми добрыми друзьями. И музыка, по-моему, сразу заиграла такая, какая была, когда они... Да. Ну, ё-моё. Опять большое помещение. Кто-то гавкает. Гавкает и шуршит. Так, это чё за яд начался? Собака чё, наверху или, мне кажется? Чё за идиотизм? Ох, так, здесь ничего. Здесь тоже ничего, да? Чё, налево пойдём или направо? Учитывая, что карты нет, смысл выбирать никакого. Пойдём, куда глаза глядят. Так, это что? Темно, правда? О, эх, эх. Вроде как пустота. Теперь ты можешь представить, как я существую? Как мне тут живётся в пространстве, которое ты называешь разумом? И знаешь, меня так бесит, что мы тратим кучу времени на дурацкие коды, рычаги, людскую муть. А оказывается, я могу просто стереть всё это в одно мгновение. Раз, два и ничего нет. Только ты да я на какой-нибудь призабавной вечеринке. Как ты думаешь, я сумею вообразить пару коктейлей? Нет? Значит, надо отсюда выбираться. Что ж, это обязательно плохо закончится. Зато интересно, ужасно интересно. Ой, сколько отпечатков. Причём каких-то детских. Что тут произошло? Да уж явно ничего хорошего. Блин, что-то игра всё. Приближаясь к концу, становится всё мутнее и мутнее. Так, какие-то лазы непонятные. Это могло сделать животного, только следов к когтей я не вижу. Ну, пошли направо. Вообще не знаю, что меня впереди может ждать. Ну и зрелище. Что стало с несчастными собаками? Да кто бы знал-то. Так. А, ещё один, да? Вольер. Тут они и жили. Надеюсь, больше я такой жути не увижу. Вы знаете, они в таком виде мне больше нравятся. Чем когда они бегают. Ладно. Блин, я боюсь, что делать. Уйди, гад. Тварь вонючая, блин. Это глюки, что ли, были? Я чуть не посидел. Ещё и фонарик садится. Так, что, оттуда бы никак гадость не выползет. Что за запах? Так, что здесь? Сюда выйти не могу. Значит, нам сюда. Пока хожу вообще бесцельно, не понимаю, что мне нужно сделать. Схема и другие электрокомпоненты. Ладно. Давайте сохранимся. В принципе, я все... Они часть всего этого. Они берут меня и запечатывают внутри, чтобы вирус мог расти. Они делят мой разум на части, помещают меня внутрь, чтобы он мог завладеть мной. Они удерживают меня. Я имею в виду, что я уже практически все локации на этой карте осмотрел. Поэтому что-то я должен здесь сделать. Определение эффективности по приказу Эллофера Карпентера, возвышенного. Объект Уилбурт Фриск. Главный наблюдатель. Исследовательская станция Мануик. Гренландия. Отчёт составлен Гарретом Кевином. 20 февраля 2000 года. Моё наблюдение за Фриском начинается сегодня. Я стал его личным ассистентом, и мои наблюдения хватит 6 месяцев. С тех пор, как он принял управление комплексом от Брэна Стеферсона в 1980 году, Фриск представил немного ценных результатов, и я намерен узнать, почему. 5 марта. Я, наблюдая за Фриском уже две недели, должен признать, что мои начальные предположения оказались неверными. Он высказывает активность, эффективность и большую приверженность делу. Он наглядно продемонстрировал все эти качества на недавнем открытии того, что мы назвали гробницей Турнгайт на главных раскопках. Разумеется, он потребовал полномасштабного исследования. 28 апреля. После открытия гробницы последовала небольшая эпидемия. Отличная возможность понаблюдать, как Фриск справляется с чрезвычайными ситуациями. Май 24 эпидемия совершена, вышла из-под контроля. Произошло много несчастных случаев, и очень трудно поверить то, что Уилбер не проложил к этому руку. 13 июня. Фриск потерял всю свою власть. Несколько выживших сбежали, а остальные заперлись в столовой. Сам же Фриск решил запереться в питомнике с собаками для защиты. У меня не было выбора, пришлось последовать за ним, чтобы закончить отчет. Сентябрь. Я потерял чувство времени, но Фриску, похоже, все нравится. Он очень полюбил собак. Каждый день он выходит из питомника на добычу еды, которую потом скармливает животным, несмотря на то, что многие из них заражены. Октябрь. У Фриска появились какие-то странные симптомы. Он стал чувствительным к свету. Даже малейший отброс пугает его. Также он обнаруживает почти животные признаки, копает отверстия в стенах и прячется там. К тому же я подозреваю, что он покидает комплекс по ночам и, наверное, ходит даже в шахты. Некоторые собаки умерли. Запись 8. Я уже долгое время наблюдаю за Фриском и думаю, могу закончить свой отчет. Он чрезвычайно эффективен. Хотя теперь и я вынужден подвергать его суждения сомнению. Несмотря на то, что у нас еще много еды, я боюсь, он начал есть собак. Запись номер 9. Когда я проснулся этим утром, рядом со мной на полу лежал труп. Я зажег фонарик, испугавшись, что Фриска могли убить. Или он сам наложил на себя руки. Когда я это сделал, то краем глаза увидел, как Фриск убегает назад в тень. Мертвецом оказался доктор Робертс, ученый. А я-то думал, что он сбежал в шахты при первых признаках эпидемии. Его тело было обглодано в нескольких местах. И, видимо, его долго тащили. К тому же у него отсутствовал язык. Я продолжу наблюдать за Фриском. Но приму необходимые меры предосторожности. Так, ну отлично. Так, что здесь? Тоже ничего. Явно мне он к тому пульту управления. Чё, включил? Так, ну так как он был включен, давайте выключим, наверное. Давайте, наверное, на... Так, там какие-то звуки начались. Электрощиток. Я что-то открыл, по-моему. Судя по всему, я сделал какую-то пакость для себя на будущее. Давайте на этом эту серию закончим. Остановились мы в питомнике. В принципе, как я уже сказал, я основные локации на этой карте изучил. Теперь мне нужно понять просто, что делать. В химической лаборатории газ. Мне нужно остановить его. В смотровой вообще ничего не нашёл. Там только запертая дверь. Здесь пока ещё не до конца побродил. Ну, в принципе, думаю, немножко осмотревшись ещё в питомнике, мы найдём решение. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был AnybodyPlay. Всё, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok